здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях протеерей сергий ганин настоятель успенского храма село жили на городского круга люберцы здравствуйте отец сергий здравствуйте николай здравствуйте уважаемые телезрители ну поговорим мы сегодня вопросах которые вроде бы уже много-много раз обсуждались тем не менее есть четкое ощущение что не все понимают до конца а кто-то даже и может быть и не хочет понимать а просто знаешь что например есть масленица значит надо есть что блины причем с разными начинками ну скажем так в обыденной жизни для людей ну как у нас принято говорить светских да а есть люди которые вы церкви на естественно для них это немножко все по-другому есть люди которые находятся между да на мостике в движении либо в ту сторону либо в другую ну и конечно же впереди еще начинается один из самых таких важных элементов в православии это пост который тоже все одни считают что это для похудения другие считают что это еще для чего-то в общем вот эти вопросы если позволите мы сегодня попытаемся с вами разъяснить но прежде все таки вы настоятель красивое название успенского храма чем храм живет сейчас как настроение прихожан но храм живет я бы сказал полноценной жизнью я думаю что как и многие приходы ну во первых на самом деле богослужение совершается практически ежедневно я очень рад что при нашем храме есть воскресная школа при которой есть три возрастные группы младшая средняя и старшая я считаю это очень важно потому что как бы то ни было это вовсе не означает как многие говорят что это будущее священнослужители или нет это для такого духовного развития каждый сам выбирает здание дару безусловно потому что конечно особенно касается младшей средней группы их приводит сюда родители вот они приходят в храм участвуют богослужение им порой бывает интересно и самим узнать те или иные вещи которые происходят на богослужении вот например происходит даже служба божественной литургии это основная как бы вот такой контекст службы и вот происходит что-то и не каждый понимает что например идет малый вход а что такое малый вход что он означает вот и что означает великий вход что означает евхаристический канон на эти вопросы мы и стараемся дать ответы и причем очень часто особенно в старшей группе присутствует и родители те которые привели своих маленьких или уже не очень маленьких детей для того чтобы они и помолились в храме я безусловно считаю основной задачей не только учебу но и участие их богослужение например у нас особенно и средний старший групп мы стараемся чтобы они участвовали на клиростном послушании что вы не что-то читали чтобы они могли это понимать и в теории и в практике и безусловно когда происходит такие как бы занятия то очень важно чтобы они велись на доступном таком языке чтобы мы знаете говорили не так чтобы вот ну и же слушатели допустим семинарии академии как это может сейчас к магистратура вот это немножечко другое ведь это те люди которые ну вот может быть совсем недавно пришли в храм те люди которые может быть даже еще поскольку стоят на пороге храма и для них очень важно знать а что же происходит а как это работает да как это работает как это на самом деле вот связано исторически как это связано с теми или иными темами праздника да и вот все эти темы вот мы стараемся как бы обозначить чтобы они были не просто вот человек стоял на службе и не не совсем понимал а чтобы он осознавал и осознанно участвовал в этом его наверно очень важно и вот мне кажется да это тоже контексте нашего сегодняшнего разговора потому что ведь сколько времени уже прошло церковь активно не просто существуют да то есть праздники самые важные ну праздников у церкви много и не только праздников всевозможных дней памятных и так далее торжественных но есть уже как вот рождество уже давно спорю да со светским праздником новый год ваши коллеги здесь тоже у нас не раз бывали мы этой темы касались скажем день святого валентина как мы сегодня говорим у них у нас значит 8 июля до день петра и феорда там тоже очень такая что то есть в общем то идет попытка сближение тех людей церковью которые ну скажем так понимать что это что-то очень важное необходимое но действительно не в силу каких-то обстоятельств просто не в курсе почему так происходит что так почему даже вплоть до деяния почему белая одежда почему красная одежда вы знаете вы затронули очень такую интересную как бы тему потому что на самом деле действительно мы когда приходим в храм то порой почему например священник или священнослужители скажем так облачены сегодня именно в желтую одежду или например в белую это что или в красную безусловно безусловно белая одежда это конечно чаще всего мы служим конечно такие праздники как крещение господне и так далее и в то же время вот совсем недавно была мясопустная родительская суббота то есть у нас есть особые дни поминовений их четыре в году и одна из них была совсем недавно буквально 18 февраля вот и безусловно в этот день но во всех храмах служатся в таких белых одеяниях это как бы говорит о том что человек не уходит из жизни совсем он уходит в вечность вот и на самом деле это ну я бы сказал как бы вот понимаете очень такая тонкая тема очень важная тема потому что для многих считается что смерть она вообще оканчивает все дальше ничего нет вот как бы задача духовно объяснить что там есть совершенно другая как бы жизнь вот и мы можем немножечко попытаться приоткрыть эту завесу ведь не секрет правда ведь что бывает уходит очень близкие люди да и не важно прошел может быть год или два может быть уже несколько десятилетий но эти люди находятся рядом с нами и порой мы не можем даже это физически допустим объяснить но духовно мы чувствуем что какое-то их участие в нашей личной жизни согласитесь она происходит как будто вот мы должны куда-то поехать и что-то нас удержало вот мы не можем объяснить сами себе даже на порой почему это произошло но так получилось и мы понимаем что если бы туда поехали или пошли то из этого бы получил неприятность беда да и наоборот у нас были сомнения мы думали что может быть этого не стоит делать знаете как бывает иногда часто в жизни но вот как-то мы помолились обратились и и кто-то как будто нам просто подсказал что наоборот это будет хорошо и действительно вот мы пошли поехали к куда-то обратились и это дало очень благодатно и важный результат ну вот завершая тему коль мы идем сегодня по таким основным что лет церковным постулатом такой встреча у нас сегодня с образовательной точки зрения почему все таки чаще всего священник в черном одеянии в темном одеяне ну дело в том что рабочая как бы повседневная дело в том что как бы это есть на самом деле но понятие такой как бы традиции что если и речь идет о том одеянии в котором я сижу в данном случае в рясе и под ники да то это как бы такая но как бы традиционная одежда и как бы ну наверно она напоминает нам тоже в какой-то степени как бы о вечности потому что на самом деле мы же должны вести благую весь да вот мы знаем что основная книга и одна из основных простите это является евангелие евангелие это благая весть и наверное любой священнослужитель он обязан нести эту вещь к народу чтобы мы как бы понимали что там написано ведь например каждый раз открывая эту замечательную книгу мы находим я лично для себя нахожу что-то новое нет такого что я например читаю и вновь появляются какие-то мысли очень интересные очень важные которые затрагивают очень важные жизненные темы но мне надо при такой задает вопрос а что служба дано часто повторяется и идет одно и то же но неужели это как бы скажем это интересно но ведь в той же службе например мы вспоминаем всю земную жизнь спасителя от момента его рождения до вознесения на небо вот это конечно отдельная тема вот и на самом деле это же не просто так здесь идет именно то важное какое-то какое наше духовное общение с богом вот на предыдущем же встречи наш благочинный отец вячеслав говорил о среде не мы говорили о встрече вот и на самом деле это действительно очень важно тоже идет та же встреча с богом я не буду сейчас к этому за честно что тема была очень хорошо да я думаю мы не раз вернемся да да тем не менее это вот как то так хорошо ну и все таки вот вы говорили о свете не а свете не и сейчас у нас масленица вот активно проходит каждый год и к ней готовятся и мы понимаем что что-то но тот кто знаком с историей что это идет от каких-то еще других истоков нашей истории тем не менее выдавать отталкиваясь от масленица с точки зрения религиозным и плавно входим в пост вообще масленица это что вы знаете что на самом деле если говорить о том что масленица это немножечко такое имеет вот в нашем нынешнем понимании несколько языческий оттенок потому что это и сжигание чучела это какие-то это никто не говорит что это может пусть вода какое-то море но на самом деле ведь за три недели до дней великого поста календарно в этом году с 5 февраля мы начали готовиться к этому событию есть три недели когда начинается постная треть это не просто так эти недели они нас как бы дают такую подготовку к дням святой четвердесятницы в данном случае дня великого поста то есть немного разговариваться что ли нет скорее наоборот скорее надо подготовиться к этому и плавно войти да потому что на самом деле они даны не просто так чтобы мы знаете как некоторые понимают развлеклись как можно ваша потом потому что нельзя да действительно нельзя а тут вдруг как бы надо за эти три недели как бы максимум как бы ну может в каком-то смысле зарядиться чтобы уже входить но это конечно совсем не так подобно тому как вот мы собираемся куда-то в путь или что-то мы к этому готовимся правда и это подготовка в нашей жизни имеет обычно такой ну серьезный характер если к чему то мы серьезно готовимся вот так и здесь мы эти три недели по сути в том числе и недели масленичной который является последней подготовительной дням великого поста она наоборот должна проводиться в таком духовном трезвении вот и недаром накануне вот как бы вот масленицы читается евангелие где рисуется картина страшного суда и многие скажут но много об этом слышали это вы знаете слышать можно много слышать можно как бы всякой информации сейчас наверно достаточно но почему здесь потому что напоминаю что как бы вот рано или поздно будет страшный суд и каждый идет кто-то по правую сторону кто-то по левую сторону и к одним обращаясь спаситель сказал придите и унаследуйте что уготована вам потому что я жаждал и вы меня на к напоили алкала вы меня накормили был болен в темнице и вы меня посетили эти люди говорят господи а когда мы видели тебя там в темнице сидящим в больнице находящемся или голодным или холодным или же жаждущим у тебя напоили накормили и так далее спасите бит поскольку это вы сделали одному из моих меньших братьев то есть из каких-то ваших близких людей вы это сделали мне поэтому приедите и все что уготовано унаследуете и также говорит ко вторым обращаясь уже сидя со вторым что уже к сожалению вы не можете это сделать потому что вы не сделали никакого доброго дела поиск ушел да вот и поэтому уже изменить сейчас нельзя поэтому чтобы мы в том числе мы как бы поняли что сейчас есть время для подготовки и чтобы мы использовали с максимальной как бы такой насыщенностью чтобы получается что что у нас ведь что греха тает правда ведь возникает такой но и раз желание как сделать какое-то доброе дело большое может быть не очень внешне незаметно и но тут же возникает другое какое-то сомнение стоит ли вот для этого есть целые институты государства и так далее да и жизнь и да и да и вдруг тут нам какая-то представляется такая возможность его сделать и я думаю что если такая возможность представляется отдел если она есть не надо не откладывать ни на завтра не на следующий месяц есть возможность никто же не говорит сверх сил по силам обязательно это надо вот сейчас мы первую часть как раз на этом месте завершим а во второе будем говорить а вот вход в пост да и что это вообще такое и как правильно себя вести конечно и особенно важно для тех кто у вас знаете вот к их каждый год на на из люди которые впервые хотят это безусловно будет бежать же по разным причинам обо всем поговорим с протеереем сергием ганином настоятелем успенского храма село жили на городской округ люберцы дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях сегодня протеерей сергий ганин настоятель успенского храма села жили на городской округ люберцы и вот наевшись блинов опять же кто-то пиел кто-то съел сколько нужно подготовился то о чем мы говорили в первой части нашего разговора и наступает собственно говоря что давайте мы сразу напомним почему именно вот вообще существует но если позволить все математическое слово система вот этого поста как такового ну ведь любой пост в частности великий пост о котором мы сейчас с вами говорим у него очень на такому событию какому-то да вот пост который сейчас начался и начинается он является постом который готовит нас к празднику святой пасхи вот на самом деле почему называемую некоторые четыре десятницы потому что идет 40 дней поста потом идет лазарева суббота вербное воскресенье и уже затем идет страстная седмица вот и поэтому как бы на этом оканчивается великий пост и начинается страстная седмица но я думаю эта тема уже немножко другого разговора а что такое вообще как бы пост да почему еще один да почему действительно но безусловно христос когда пришел в мир то безусловно он выступил с проповедью но проповедь это не всеми было принято христа предали предали причем может быть не только те фарисеи или кто-то до предали в том числе как вы сами знаете даже один из самых близких учеников спасителя и в евангельской тематике страстных евангелий как мы их называем это упоминается неоднократно и поэтому пусть великий по сути это наша духовная десятина которые мы отдаем своему тарт творцу и создателю то есть это часть нашего небольшого подвига вот это почему необходим этот подвиг почему я сейчас объясню ну сейчас такой исторической что ли точки зрения все произошло довольно давно понятно что любое вообще насилие над ну скажем их человеком богачеком и так далее данном случае а так литературно это не просто грех это страшное действие получается что все последующие поколения как бы отмывают этот грех пытаются вот с помощью поста мы как бы говорим мы за тебя за то что было совершено тогда мы по-прежнему несем ответственность это примерно так происходит я хочу немножко как бы вот расширить ваш вопрос если позволить да что вот в последнее воскресенье как мы его называем прощенное воскресенье в канун дней великого поста вот она вспоминается адамовы изгнания да но эту историю мы прекрасно знаем что как адам был изгнан за то что он его как бы его соблазнила вот этим яблочным плодом и так далее вот то есть человек то по сути был безгрешен если бы он соблюдал заповеди но заповедь была нарушена и человек был изгнан это сделал адам да а мы все за дома отвечаем понимаете в чем дело мы отвечаем конечно за сами за себя но в любом случае так получается что как бы вот этот грех он по-любому лежит на человечестве как таковом как таковом да да не конкретно я просто и получается что ведь мы каждый год вспоминаем те или иные события и мы же не обязательно говорим о церковных есть какие-то светские события и которых мы тоже отвечаем ну например может каждый день отменить год отмечаем день своего рождения к отмечаем мы каждый год отмечаем какие-то памятные даты мы безусловно отмечаем вот ну кто-то в большей меньшей степени но все равно как для себя это нас как так и здесь мы готовясь к этому как бы празднику мы как бы начинаем какое-то определенное действие и это действие она как бы называется условно говоря постом мне бы хотелось немножко пояснить само слово пост ведь у нас понимаете слово пост очень часто воспринимает и как например ну вот то есть воздержание от пищи деревья да где ну может быть не обязательно диет я вот вспоминаю те годы когда я только начинал служить это было середина 90-х и вы знаете тогда многим это было очень модно вот и многие начинали поститься знаете особенно первую седмицу только на воде и хлебе вот и как бы мы очень часто предупреждали что не стоит так делали за потому что вы никогда этого не делали и вдруг сразу но переходите это чем это кончалось но 80 90 процентов случаев что человек где-то в середине недели просто это завершал и шел дальше как как же да вот поэтому ведь что такое пост это комплекс духовных упражнений и воздержание от той или иной пищи или питья это лишь его часть пост это еще воздержание от страстей от привычек к сожалению вредных от каких-то других вещей вы знаете ведь можно поститься очень хорошо то есть действительно воздерживаться придерживаться той тех канонов которые есть но при этом например грешить абсолютно спокойно даже не задумываясь возьмем самый распространенный к сожалению сегодня один из самых распространенных греков осуждение и еще в самом начале еще масленица затем уже и великого поста и замечательной молитвы преподобного ефрема сирина память которую кстати мы совсем недавно отмечали календарно вот она довольно большая и многие кто ходит конечно храма и и знает но я бы хотел как бы вот напомнить ее последние слова господи дарами зрите моя прегрешение и не осуждать и брата моего якобы благословенности во веки веков аминь почему действительно смотрите какая выдержка краткая господи дарами зрите мои грехи вот что ты смотришь постоянно говоришь вот это так делает она себя так делать ты посмотри на 10 винты прежде бревно из твоего глаза как это сказано да и видишь как вынут сучок из глаза брата твоего получается что если человек все-таки возьмем идеального человека не грешит ведет праведный образ жизни получается что даже если он чуть-чуть случайно во время этого своего светлого скажем существования проходя мимо кого-то чуть-чуть толкнул плечом это тоже уже грех считается но я к чему веду просто ну вы же понимаете этот вопрос для того чтобы именно пост был настоящим чтобы человек ощущал что это такое полноту да важно понять для чего это делается вы понимаете ведь было просто в том что как говорят нам святые отцы что пост это как бы комплекс духовных упражнений как например мы как бы остановиться немножко на время и подумать более глубоко смыслом своей жизни на своих поступках сделать какой-то анализ этого не такой какой-то мимолетный знать как он мы говорим на коленке иногда не просто есть время на чем подумать например на первую седмицу поста ведь не даром же все четыре дня понедельник вторник среда и четверг читается покаянный канон преподобного андрея критского почему он делается потому что в самом начале мы к святая церковь нам более правильно будет сказать рекомендует чтобы мы вдумались вникли как вот как мы приходим например если к опытному хорошему специалисту например врачу он всегда ищет что он ищет не следствие даже болезни а скорее ее причину правительные последствия уберем через несколько месяцев а может даже недель все будет то же самое и конечно опытный специалист опытный врач он всегда будет искать как бы причину если он найдет эту причину то это 50 процентов успеха может быть она будет даже не очень такая ну скажем радостная для нас или что-то но когда ее знают то уже и само лечение поддается гораздо легче потому что методов много всякого рода действий много но ведь нам важен результат то есть получается во время этого периода как бы немножечко останавливаемся по размыслить над собой над своими действиями и естественно для этого как бы немножко все краски чуть-чуть тускнеет я имею ввиду если брать даже питание и вот составляющую вот и слово почему-то чревоугодия мне сейчас пришло в голову все немножечко оскудевает на нашем столе для того чтобы ничего не мешало моему восприятию происходя я думаю что наверное не оскудевает совсем потому что слава богу сейчас есть очень много хорошей постной кухни вот я не заметно не заметно абсолютно обсуждать причем вы знаете я сталкивался простите с очень интересными как бы вещами когда ну постный стол в буквальном смысле постно без всяких послаблений был накрыт настолько вот как бы вот но очень так как бы хорошо что ни один из этих людей которые присутствовал на этой трапезе не ушел голодным или что-то потому что от некоторые знаете часто говорят нет никто не это только видели которые болеют чем-то или там находится упаси бог в больнице или что-то нет это особые случаи про них никто не обсуждать осуждать но вопрос заключается в том что мы знаете вот мы бы что-то быть чуточку как будут нарушить при желании многие из нас могут конечно соблюдать этот пост и даже вот какие-то бывают праздники да ну буду этот календаром совпадает юбилей какой-то день ангела может быть и вот можно совсем чуть-чуть этого не делать а просто сделать очень хороший постный столь 50-го увеличить я имею в виду просто мы к сожалению должны завершать последний вопрос который хотел бы адресать если по канонам на даже не по канонам по желанию святой церкви в данном случае с чем должен человек подходить к празднику пасхи вот в финале поста который идет довольно таки долго но давайте вот сделаем так что например когда мы готовимся к какому-то домашнему даже празднику мы стараемся даже свое помещение где мы с вами тряси пара герой прийти в порядок то есть чтобы было чисто уютно хорошо может в этот день к нам придут какие-то гости может просто мы своей семьей будем отмечать мы стараемся к этому готовиться так и здесь наша задача чтобы наша душа очистилась очистилась от всякой скверны порока вот это зависит только от нас с вами хотим мы этого и них это зависит от нас вот допустим если что-то куда-то не хотим идти и хотим что-то делать правда мы найдем массу причин внешне даже уважительно вот если например мы будем к чему-то стремится как мы вы все когда-то с вами учились в разных учебных заведениях и мы знали что этот предмет он нужен нужен для нас да да и мы шли сдавали зачеты сдавали экзамены но и господь давал мы достигали этой цели коры кора же мы завершаем такой экзамен небольшой до нас ждет после поста в хорошем смысле слова хорошем смысле шанс весло спасибо большое протеерей сергий ганин настоятель успенского храма села жили на городской округа люберцы отец сергий спасибо вам большое за этот эфир я надеюсь что мы еще увидимся потому что вопросов очень много а важно их понимание то с чего мы начинали сегодня иногда действительно учащиеся воскресной школы знают гораздо больше чем весьма зрелые люди которые иногда вспоминают о церкви только по большим церковным праздником спасибо вам большое спасибо а наши телезрители я души поздравляю с наступившим днями великого поста время нашей духовной весны искренне желаю вам и вашим близким доброго здоровья помощи божией и всего самого самого доброго это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания а